Это первая созданная в регионе установка «Поливающая поля». Изобретение было закуплено для орошения культур в Михайловском районе. Посмотреть на работу агрегата приехал губернатор Алтайского края Виктор Тайменко. Для аграриев подобный агрегат – это спасение от засухи, которая в этом году была затяжной. Мы боремся всегда за влагу. Для нас это самое важное. Нам нужно посеять как можно позже, но при этом нужно удриться получить сходы. Для того, чтобы и юнскую засуху растение пережило в маленьком возрасте. Машину создали на основе американского аналога, повторив основные преимущества, вплоть до ширины полива установки в 420 метров. Это помогает орошить более 50 гектаров за один круг. Импортные детали в конструкции присутствуют, но сборка местная. Из покупного получается колеса, моторы, редуктора и форсуночки. Все, что железное, это импортное. Причем тоже два варианта. Есть китайский, есть американский. То есть можем такой и такой вариант. Состояние техники и в целом развитие сельского хозяйства губернатор обсудил с аграриями на региональном совещании. Сейчас Алтайский край включен в федеральную программу по развитию мелиорации. Она дает возможность компенсировать до 50% затрат на разработку проектно-сметной документации на орошаемые участки. Кроме того, на строительство каждой поливальной машины из краевого бюджета компенсируют 50% ее стоимости. Это должно улучшить и без того хорошие показатели. В прошлом году вышли на первое место по производству льна маслячного, по поголовью крупного рогатого скота и объем производства молока традиционно мы в пятерке, крупнейших товаропроизводителей в стране. Вот статистику мы посмотрели. 21-22 год продукция сельского хозяйства в регионе произведена немногим больше 500 миллиардов рублей. Сейчас в Алтайском крае порядка 8 тысяч гектаров вовлечены в процесс систематического орошения. На этих площадях в 11 районах 55 хозяйств выращивают кормовые культуры, а также овощи, картофель и ягоды. Потенциально в крае может быть задействовано порядка 70 тысяч гектаров поливных участков. Данил Кузнецов. День с толком.